В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. В студии Екатерина Коваленко. Здравствуйте! Вот главные темы выпуска. Не бывала снежная зима в Подмосковье. Справляются ли коммунальщики с таким количеством осадков? Внизу находится лед, сверху слякоть. Никакого пешеходного перехода просто конкретно не видно. Студенты социально-экономического института стали участниками акции по безопасности дорожного движения. Эта акция поможет детям стать ответственнее, осознаннее. Второй этап чемпионата округа по гонкам на выживание прошел на трассе Казачий дозор в Горках. Сегодняшним мероприятием мы открываем марафон двухнедельный, который мы будем в том числе освещать в СМИ. Как отмечают синоптики, в Подмосковье установлен новый рекорд этой зимы. Высота снежного покрова достигает 45 сантиметров. Коммунальщики с трудом справляются с таким количеством снега. К нам в редакцию обратились жители одного из домов жилого комплекса «Государев дом» с жалобой, что у них во дворе сложилась критическая ситуация. Наша съемочная группа выехала по адресу. У дома номер 6 по Сухановской улице в ЖК «Государев дом» нас встречали неравнодушные жители. Впрочем, к приезду журналистов, как выяснилось, подготовились не только они, но и управляющая компания. Территории ближайших дворов были очищены от снега. Как говорит один известный телеведущий, совпадение – не думаю. Впрочем, проблемные места здесь остались. Здесь пожарные выезды. Там даже большие машины приезжают, ну как котлы обслуживают, чем там соль везут или что. Они буксуют, они не могут проехать с стоянкой. Вот эта дорога между котельной и стоянкой – это его по кадастровому номеру. Представительница управляющей компании, которая пришла на встречу жителей, постаралась максимально полно ответить на все вопросы. Тем более, что, по мнению граждан, не везде в микрорайоне царит такая образцовая чистота. Ольга Шайкина – мама двоих детей. Старший учится в школе. Говорит, подход к учебному заведению – настоящая проблема. Мой ребенок, ходя в школу, просто туда не может пройти. Все очень нечищено, а там просто по колено. Внизу находится лед, сверху слякоть. Никакого пешеходного перехода просто конкретно не видно. Когда они подходят к школе, там такая же невероятная ситуация. А вот это уже вряд ли можно назвать совпадением, потому что мы не поленились и отправились посмотреть ситуацию вокруг школы. Справедливости ради стоит отметить, здесь вовсю работали дворники. Впрочем, сказать, что в этой части жилого комплекса идеальная чистота была бы лукавством. По мнению представителей управляющей компании, всему виной аномальные снегопады. В этом году они побили рекорд 1973 года. Это больше ручной работы, больше техники нужно. Плюс у нас, к сожалению, сейчас такой климат, что у нас то в плюс, то в минус. Из-за этого обледенение. Ну, а когда лед на асфальте, соответственно, его уже нужно, на него потратишь на уборку там не 10 минут, а, ну, там, часа полтора. На территории ЖК расположено 50 домов и 36 придомовых территорий. За порядком на них присматривают 50 дворников. Кроме того, на улицах микрорайона работает 6 единиц техники. Но пока вряд ли можно сказать, что они справляются с последствиями снегопадов. Особенно нелегко в такой ситуации людям с ограниченными возможностями здоровья. У меня ребенок инвалид, мы с ней, ну, тяжело очень ходить по дорогам. Но все равно как-то мы с ней, ну, все равно гуляем. В тропинке, конечно, бывает, что очень узко чистят, но узко, как бы, но все равно. А машины ставят уже, там уже ставят, и на тротуар тоже не пройти. Действительно, еще одна проблема, о которой говорили коммунальщики – припаркованный транспорт. Мы также заехали в один из дворов. Если пешеходные дорожки почищены, то на проезжей части снежная каша. На призывы и объявления коммунальщиков убрать транспорт на время работы уборочной техники автолюбители реагируют слабо, хотя есть и исключения. Есть дворы, которые очень активны, очень, ну, как, они нам помогают даже. Выходят и сами разгоняют машины, и дворникам помогают. Таким людям мы очень благодарны, потому что мы все работаем для нас же, да, чтобы нам было комфортно и приятно жить. Представительница управляющей компании заверила нас и местных жителей, что последствия снегопадов будут ликвидированы в кратчайшее время. А мы будем следить за ситуацией. Максим Козлов, Александр Логинов, Екатерина Довлятова. Видно этого. Ежегодно 24 января во всем мире отмечается День образования. Этот процесс воспитания и обучения является одним из прав человека, что закреплено законодательно. Как он осуществляется в Видновской школе номер 5, выясняла наш корреспондент Галина Житкова. Более 1400 ребят учатся сейчас в Видновской средней школе номер 5. Педагогический коллектив идет в ногу со временем и постоянно внедряет в учебный процесс самые современные технологии. Методики одобрены на всероссийском уровне. Команда учителей стала одним из фаворитов профессионального конкурса «Флагман образования». Набрали хорошее количество баллов совместно команды и вышли, соответственно, в полуфинал. И теперь поедем в Липецк. Там, значит, будет Центральный федеральный округ с 11 по 13 марта. Мы там должны будем быть и представлять Московскую область. В школе гордятся тем, что удается не только продвигать новые технологии, но и сохранять традиционные методики. Конечно, фундаментальное советское образование не сравнится с современным Клиповым. Но возвращение к чтению абсолютно необходимо для полноценного развития подрастающего поколения. Информационное поле такое огромное. Технологии пришли в школу. Если раньше был журнал бумажный, то сегодня мы видим электронные наши помощники. Поэтому здесь очень сильно изменилось. И это интересно, потому что раньше было по-другому. Сегодня это действительно требует много переучиваться, много нового узнавать. Учитель начальных классов Инесса Янкова в профессии уже 8 лет. Своих первоклашек очень любит. Каждому из 32 учеников старается найти индивидуальный подход. Безусловно, образование изменилось. Оно меняется в лучшую сторону. Так как прогресс идет вперед. И появляются новые современные технологии, которыми мы стараемся умело пользоваться. Первоклашкам в школе пока все интересно и в новинку. Каждый предмет воспринимается как научное открытие. Каким будет их будущее образование, задумываться рано. Мне больше всего нравится ИЗО и технология. Потому что я очень люблю творить. А вот выпускники школы точно знают, какой предмет хотели бы добавить в учебный процесс, чтобы полностью удовлетворить образовательные требования в современных условиях. Сейчас очень важна тема IT-технологий. Поэтому я считаю, что нужно в школе очень сильно заняться информатикой. То есть следить, чтобы все было отработано, чтобы было больше уроков. То есть, например, не один урок в неделю, а два-три урока информатики. Потому что сейчас IT-технологии очень нужны. Это сейчас основополагающее всего в будущем. Я, например, бы добавила такой предмет, как экология. Потому что 21 века экология – глобальная проблема человечества. И вот, например, в нашей школе есть дополнительные занятия. У нас целое движение «Зеленая школа». Но в остальных школах не всегда есть такое. А детям очень интересно и это очень полезно знать. Право на получение образования есть у каждого. В силах своих способностей и талантов школьники стремятся достигнуть успехов в этом процессе. А учителям приходится оперативно реагировать на стремительно меняющиеся стандарты. Галина Житкова, Сергей Ларин, Елена Кошелева, Видное ТВ. В преддверии Дня студента сотрудники ГИБДД вместе с учащимися Московского регионального социально-экономического института провели профилактическую акцию, направленную на безопасность бешеходов на дорогах. Подробнее о мероприятии в нашем сюжете. Место для проведения профилактической акции, направленной на безопасность участников дорожного движения на проезжей части, сотрудники госавтоинспекции выбрали не случайно. Нерегулируемым пешеходным переходом, расположенным на пересечении строительной и советской улиц, ежедневно пользуются студенты Московского регионального социально-экономического института и воспитанники детского сада «Ласточка». Ребята работают с нами на протяжении многих лет, и сегодня они решили поддержать наше хорошее мероприятие совместно с воспитанниками детского садика «Ласточка». Студенты сегодня показывали еще раз нашим участникам дорожного движения о том, что нужно быть яркими и заметными на дороге, и то, что они являются также активными участниками за, наверное, пропаганду безопасного поведения на дорогах. В рамках мероприятия студенты помогали малышам переходить дорогу и рассказывали о правилах безопасного поведения на проезжей части. Для них это, в первую очередь, игровой мотив, и я думаю, они очень сильно счастливы от этого мероприятия. Это помогает им понимать, принимать и осознавать. Надо переходить дорогу правильно и не бежать. Смотреть по светофорам и посмотреть налево и направо. А светофор какого цвета должен быть? Красного и зеленого. Красного или зеленого? Желтого. Так, ребят, помогаем Эмилю. На какой цвет светофора мы с вами переходим? Зеленый. Виктория Кузьмина, студентка второго курса, учится на факультете дизайна. Девушка впервые участвует в такой акции. Эта акция поможет детям стать ответственнее, осознаннее. Она помогает детям с раннего возраста выучить правила дорожного движения. И в будущем им это очень пригодится. В преддверии Дня студента сотрудники ГИБДД совместно с учащимися института ежегодно проводят подобные профилактические мероприятия. Также в ходе акции ребята помогали инспекторам раздавать пешеходам информационные листовки об использовании световозвращающих элементов на одежде. Наталья Вуслаева, Александр Логинов, Елена Кошелева, Видное ТВ. На трассе «Казачий дозор» в деревне Горки прошел второй этап чемпионата округа по гонкам на выживание. Он проводился в поддержку одного из идеологов экстремальных видов спорта нашего муниципалитета Федора Шилова, который серьезно пострадал во время соревнований по сверхлегкой авиации в прошлом году и сейчас нуждается в реабилитации. Слово Дмитрию Книги. Второй этап чемпионата Ленинского городского округа по гонкам на выживание проводился в поддержку нашего земляка, одного из основателей этого вида спорта в муниципалитете – каскадера Федора Шилова. Сегодняшним мероприятием мы открываем марафон двухнедельный, который мы будем в том числе освещать в СМИ, привлекать наших друзей, товарищей и к сбору непосредственно средств на реабилитацию Федора Ивановича. Поэтому от всей души, конечно, хочется ему пожелать крепости духа и, конечно, выздороветь поскорее. Федор Шилов получил серьезные травмы при жесткой посадке на паралете во время соревнований по сверхлегкой авиации в конце июля прошлого года. Сейчас он находится дома в тяжелом состоянии. Мне очень грустно то, что я сегодня не еду сам, не выступаю. Показал бы школу отца, так как он знаменитый очень тренер, очень много народу воспитал, малышей поднял. Тут уже и чемпионы, уже и мастера спорта. Федор Шилов привлек не только своего сына Романа к занятиям экстремальными видами спорта. Именно он заразил многих нынешних участников гонок на выживание любовью к скорости и адреналину. Федор Иванович был один из тех людей, который дал мне познать азы гонок. Потому что когда, как я уже сказал, в 2019 году я впервые сел, впервые, кстати, не занимался никогда, впервые сел за руль автомобиля. Именно он был один из тех людей, которые подсказали, как входить в поворот, как выходить, какие-то особенности, какие-то хитрости. Многие из гонщиков и гостей соревнований лично знакомы с Федором Шиловым. Они выражали ему поддержку и желали скорейшего восстановления. Я хочу выразить признательность тем людям, которые действительно помнят, уважают Федора Ивановича, который здесь много гонял в свое время. Но теперь он оказался в таком тяжелом положении по здоровью. И чтобы его поддержать, вот этот этап проводится. Мероприятие посетил заместитель председателя комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Амир Хамитов. Популяризировать надо любой вид спорта. Спорт все равно объединяет народ. И все равно народу приехало сегодня. Участникам предстояло совершить три отборочных заезда, по результатам которых они набирали зачетные баллы. Сильнейшие из 12 гонщиков, вышедших на старт, попали в финал. А далее начинался гоночный плей-офф. В этот раз дебютантом соревнований стал Сергей Дешкин, начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы муниципалитета. Коллеги, друзья втянули в это потихоньку и очень понравилось. С автомобилями всегда дружил, дружу. Надеюсь, в дальнейшем буду дружить, буду усовершенствоваться, навыки приобретать. Такое захватывающее спортивное шоу, как гонки на выживание, неизменно собирает большое количество зрителей. Вот хорошо, да, правда, очень кайфово. Я надеюсь, что это будет все продолжаться и дальше. Не всегда получается приехать, потому что сами понимаете дела и так далее. Но когда есть возможность, ребята там особенно позвонят, скажут всегда, всегда приедем, поддержим. На этот раз победителями гонок стали участники из Домодедова. Весь пьедестал почета заняла семья Соколовых. Даниил, его отец Сергей и мать Юлия. Дмитрий Книга, Александр Логинов, Екатерина Давлятова, Видное ТВ. И это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Коваленко. До новых встреч.